Это итоговая программа «Город» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Работы должны быть выполнены по ГОСТу. Управляющая компания ПЖКХ отчиталась перед руководством областной жилищной инспекции. И качеством, и количеством сельхозпроизводителям Выборгского района антироссийские санкции не страшны. Узнали о своих героях. Копии наградных документов вручили родственникам участников Великой Отечественной. Проверки детских оздоровительных учреждений в Ленинградской области серьезных нарушений не выявили. Об этом сообщил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. Внеплановые выезды в лагеря проведены в нескольких районах региона, в том числе в Выборгском. По результатам проверок руководителям учреждений рекомендовано продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы, а также провести беседы с сотрудниками о необходимости учитывать оперативные данные МЧС о погоде при проведении выездных мероприятий. Как выполняются предписания, выданные управляющей компанией по ЖКХ после весенних проверок? Об этом шла речь на совещании с участием начальника Государственной жилищной инспекции региона Сергея Кузьмина, руководителей профильных комитетов администрации Выборгского района и представителей общественно-координационного совета. Что уже сделано, а что только намечено, выяснили наши корреспонденты. 570 замечаний получила управляющая компания по ЖКХ в ходе проведенных весной этого года проверок всевозможными инстанциями. Почти треть из них уже устранена, по остальным работы ведутся. Об этом на совещании сообщил генеральный директор управляющей компании Сергей Никоненко. В числе претензий – текущие кровли, затопленные и захламленные подвалы, неисправное освещение, разбитые окна, отсутствие информационных досок в подъездах. Абсолютно выполнены практически, заканчиваются до первого числа замечания по установке информационных досок. Мы заказали по району 800 досок и 400 с лишним досок, которых не было. Мы их получили и устанавливаем по городу Выборгу, поэтому до первого июля все информационные доски в подъездах домов будут установлены. Никоненко напомнил, что в первую очередь все силы были брошены на борьбу с водой и мусором в подвальных помещениях. Работы оказалось так много, что срок до 1 августа, установленный им самим, пришлось увеличить. Однако заверил, что все объекты, попавшие в программу этого года, будут приведены в порядок. Запланированы работы по ремонту мягких кровель и межпанельных швов. Главный жилинспектор Ленинградской области Сергей Кузьмин обратил внимание, что все они должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом. Что касается работы самой обслуживающей организации, то в компании, отметил Никоненко, произошли некоторые кадровые изменения. А отдел начисления платежей перешел на работу с Единым расчетным центром. Нам бы как-то надо всем и общественному совету и администрации напрячься на то, чтобы следом за управляющей компанией на расчеты через Единого расчетного качества и Центра перешли все остальные ТСЖ и управляющие компании. И тогда, наверное, вопрос неплатежей тоже, в общем-то, снимется. Представители общественно-координационного совета по ЖКХ управляющую компанию похвалили. Сергей Балабанов, возглавивший в мае общественников, подчеркнул, обратная связь с населением появилась. На сегодняшний момент, конечно, Сергею Владимировичем проведена огромная, я считаю, работа. Потому что я сам, как действующий председатель ТСЖ Калинка, я прекрасно понимаю, какие перед ним задачи стоят. Работа проведена уже огромная. Если они продолжат двигаться вот в этом же направлении и, как говорится, развивать данное направление работы с населением, то это будет только положительно. Что касается общественно-координационного совета, он продолжает работать в прежнем режиме. Обращения принимаются по горячей линии и по будням. Вероника Когут, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». И в продолжении темы. У собственников жилья в многоквартирных домах есть реальная возможность привести в порядок домовое хозяйство и уменьшить теплопотери. И при этом не вкладывать собственные средства. Об этом рассказал генеральный директор управляющей компанией по ЖКХ Сергей Никоненко. В помощь энергосервисные контракты, которые люди при желании могут заключить с обслуживающей организацией. Суть проста. За свои средства все работы проводит компания. Это, например, может быть установка регулирующего оборудования на топительные общедомовые системы, изоляция сетей. А затраченные деньги возвращаются ей за счет образовавшейся экономии. Что она включает? Делается обследование дома. Выясняются причины, по которым идет перерасход тепловой энергии. И организация предлагает, товарищи, вот пункты. Вот это, вот это, вот это, вот это надо сделать. Это стоит там, условно говоря, 2 миллиона рублей. Мы готовы это сделать без привлечения ваших первоначальных средств. Вы с нами рассчитываться будете. От экономии, после выполнения этих мероприятий, у вас должна появиться экономия. Ваш прибор покажет. То есть, условно, вы сейчас потребляете при вот такой, при такой температуре 40 гикокалорий. Сделав эти мероприятия, вы будете потреблять 30, мы вам это гарантируем. И вот разница вот за 10 гикокалорий, это там 28 тысяч рублей, которые вы все равно будете платить, если мы не сделаем эти мероприятия. Вы нам начинаете платить за выполненные, вот то, что мы вам сделали. И до тех пор, пока вы не рассчитаетесь, год, полтора года, вы ничего не добавляете. Вы платите с экономией. Если же экономия не получится, то это попала организация. То есть, так контракт заключается. За рубежом система энергосервисных контрактов используется давно и успешно. В России новшество приживается с трудом. В управляющей компании ПЖКХ надеются, что жители Выборгского района с интересом воспримут возможность модернизировать свои дома. В поселке Рощино 11-летний мальчик опрокинул квадроцикл на пешехода. По данным сводки ГИБДД, авария произошла накануне вечером на улице Детской. За рулем транспортного средства находился 11-летний ребенок. Школьник не сумел справиться с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась, задев прохожего. 30-летний мужчина в результате происшествия получил травмы. Крестьянин нового времени. Выездной семинар представителей агропромышленного комплекса Выборгского района прошел в Красносельском поселении на базе одного из лучших в районе крестьянско-фермерского хозяйства Кашеев. Подробности в следующем сюжете. Крестьянско-фермерское хозяйство Исидора Кашеева начиналось 9 лет назад с нескольких быков. Потом взяли телочек и дело, благодаря желанию во что бы то ни стало твердо встать на ноги, пошло. Сегодня стадо составляет порядка 160 голов. Из них 60 дойных коров, которые дают столько молока, что хватает и на творог, и на сметану, и на сыр. Причем самого лучшего качества. Ведь, решив начать переработку собственной продукции, глава хозяйства в очередной раз обстоятельно продумал все до мелочей. И приобрел самое качественное оборудование. Начальник производства переработки молока Василий Мустанидис проводит экскурсию по цехам. Это у нас аппаратный центр. Пастеризуется молоко, это емкость, это влага. Здесь охлаждается, это как бы небольшой охлаждитель молока. Здесь у нас камеры хранения, созревания. Здесь у нас происходит пособка, пособка розлива, бутылка, пособка изготовления сыра. Сыр, брынза, как видите. Сосуется сметана. В числе гостей сегодня начальник сектора по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Елена Тихомирова. Она рассказывает о государственной программе по поддержке крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. На территории региона программа разработана сегодня по 39 направлениям. И 11 из них созданы специально для малых форм хозяйствования. Фермеры у нас удачно пользуются такими поддержками, как поддержка начинающих фермеров. Получили уже поддержку 110 участников на развитие семейных животноводческих ферм. В Выборгском районе получили поддержку 10 участников программ. Это один на животноводческую ферму, 9 участников на поддержку начинающих фермеров. Но нам надо отметить, что фермеры, конечно, чтобы реализовать свою продукцию, должны развиваться. И у них, чтобы был всегда рынок сбыток. А помочь в этом вопросе может сельхозкооперация. В Выборгском районе с 2006 года успешно действует сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Развитие». Он был создан в рамках национального проекта «Развитие села». Бессменный руководитель кооператива «Любовь Подосенова» вспоминает, как все начиналось 10 лет назад. Начинали мы с портфеля 179 тысяч. Но с помощью привлеченных займов членов и ассоциированных членов кооператива к концу года мы уже выдали 8 займов на 1,63 млн. Начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района Надежда Литвиненко говорит сегодня о том, что реальная помощь работе кооператива оказывается из местного бюджета постоянно. И проценты, если брали на целевые использования, всегда субсидировались. И уже с муниципального образования отдано 700 тысяч рублей на развитие кооператива. Еще по развитию кооператива мы всегда даем еще и расходы кооператива на производственную деятельность. Тоже субсидируем с нашего местного бюджета. Это получается очень хорошая поддержка. И люди охотно идут в кооператив за займами, потому что доступно. И наши специалисты помогают и документы оформить все, и в область отвезти. В общем, все делается для доступности заемных средств. Исидор Кошеев хочет сегодня одного – создать настоящий перерабатывающий кооператив. Чтобы фермеры района объединились, могли сдавать молоко к нам, а дальше мы бы уже переработали и поставляли уже торговые организации. В Ленинградской области уже есть программа грантовой поддержки кооперативов, по которой можно получить субсидии на технику, оборудование и реконструкцию помещений. Так что дело за малым – доказать реальную выгоду. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». В Выборге, выставочном зале «Город воинской славы» состоялась церемония вручения копий наградных документов родственникам героев Великой Отечественной войны. Два десятка семей узнали больше о своих предках-фронтовиках. Вероника Когут расскажет подробнее. Новые реликвии обрели еще несколько выборских семей. Им вручили копии наградных документов их отцов, дедов и прадедов. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Герои Великой Победы». Суть проста. Человек, желающий узнать больше о своем воевавшем родственнике, предоставляет организаторам всю информацию – имя, фамилию, год рождения, место призыва. Чем полнее данные, тем результативнее будет поиск. Используя открытые интернет-ресурсы и закрытые базы Минобороны, активисты помогают найти документы, способные многое рассказать о боевом пути фронтовика. Так, например, дочь танкиста Евгения Морозова, призванного на войну 18-летним юношей и расписавшегося на стене Рейхстага, всегда хотела узнать, за что ее отец был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Он же никогда не говорил, за что. Нас с сестрой всегда интересовал папа, какой-то подвиг совершил, за что у себя орден, за что у себя медалью. Папа всегда говорил, что, ну знаете, как было. Была успешная боевая операция, ну и всех мы прождали, ну и меня заодно. Он даже медали свои никогда не надевал, носил лычки, однажды надел медали, но поверх медали надел плащ и даже его не снял. Как выяснилось, участник Весло-Одерской операции и битвы за Берлин отважно уничтожал огневые точки противника и вражеских солдат, расчищая путь пехоте. 38 лет назад Евгения Михайловича не стало. Его дочери было на тот момент 20 лет. Много или мало, вот я уже там достаточно как-то быстро поняла, что это все-таки много. Сначала мне казалось мало. Что такое 20 лет? А сейчас думаю, это целых 20 лет жизни рядом с папой, с самым лучшим в мире папой, больше таких не было. Вообще поколение-то удивительное было. Они не только умели работу свою делать хорошо, они умели дружить. Эта дружба у них сохранилась до конца дней, можно сказать. Сейчас мы дружим уже, их дети, мы теперь уже дружим. Они умели любить не только свою родину, но и семью свою. Проект «Герой Великой Победы» продолжается. Все желающие узнать больше о боевом прошлом своих предков могут отправить заявку в отдел молодежной политики или Дом молодежи. Проект не прекращается. Мы продолжаем работать, готовы принимать в электронном виде заявки, обрабатывать их и по мере накопления заявок, это также документы мы обязательно вручим. Заявки на поиск документов можно направлять по электронной почте. Адрес на ваших экранах. Дополнительная информация по телефону 2-75-66. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Лучших выпускников школ Выборгского района чествовали накануне в парадном зале гимназии. В этом году 62 11-классника были удостоены медалей за особые успехи в учении. Наибольшее количество медалистов выпустила гимназия номер 11. 10 юношей и девушек получили медали. В школе номер 37 награды вручили 6 выпускникам. В школах номер 8 и 10 по 5 золотых медалистов. Из районных школ отличилась Приморская. 4 ее выпускника были отмечены за особые успехи в учении. В Выборгском районе как никогда нужны новые идеи, нужны новые знания, которые вы несете с собой. Каждый год в Выборгском районе увеличивается количество выпускников, которые заканчиваются медалями с отличием. В этом году 62 ученика, в прошлом году 54. Я уверен, что скоро мы услышим Ваши имена, как людей, которые добиваются особых успехов на профессиональном уровне, в общественной деятельности, в жизни страны. Выпускников, их родители и педагогические коллективы приветствовали депутаты законодательного собрания Ленинградской области. Они поздравили присутствующих от себя лично и от коллег из областного парламента. Я сам отец троих детей. Вы знаете, сам тоже ощущал такой кайф, когда моему сыну вручали медаль. Поэтому, конечно, примите самые-самые теплые, такие радушные, искренние поздравления всем вам. Особое, конечно, поздравление родителей, потому что я сам родитель, сам понимаю. Вот, педагогический коллектив. Сейчас здесь в зале находящиеся здесь ребята, вот, немножко официально, наверное, скажу, но вот вы теперь стали интеллектуальной элитой района. Я вас поздравляю. Областные депутаты подготовили подарки для наиболее отличившихся выпускников. 100 баллов на ЕГЭ в этом году набрали 4 представителя Выборгского района. Три человека стали призерами всероссийских этапов Олимпиад. Благодарственные письма парламентарии вручили федколлективам школ, выпустивших в этом году медалистов. Много теплых слов на церемонии звучало от родительской общественности, от педагогов и представителей комитета образования, от самих выпускников. Это большая честь для меня. Я очень благодарна всем. Я рада, что я получила золотую медаль. Я старалась, я получила. Я, наверное, хочу поблагодарить наших дорогих учителей и родителей, потому что без них мы бы не достигли никаких успехов. Наши дорогие учителя снарядили нас в дорогу знаниями и умениями. И без них мы бы никогда не добились таких результатов. Ведь золотая медаль – это вообще очень торжественное вручение. Я очень благодарна не только своим учителям и классным руководителям, но и своим родителям. Ведь именно они на протяжении 11 лет помогали нам бороться со всеми трудностями и устоять, не упасть. Хочется поблагодарить за это и учителей, родителей, в каком-то плане администрацию, конечно. Шли навстречу, помогали, терпели в каком-то плане. Им тоже через много пришлось пройти ради этого. День молодежи отметят в России 27 июня. По этому случаю в Выборге в субботу пройдет районный фестиваль «Территория молодежи». Он откроется на рыночной площади 25 июня в 16 часов. Затем молодежные команды примут участие в квесте «Тайны старого города». С 16.40 до 19 часов на рыночной площади и в городском парке будут работать интерактивные площадки. Выступят творческие коллективы из Выборгского района и Санкт-Петербурга. В 19 часов все желающие смогут принять участие во флешмобе «Краски лета». Развлекательная программа на рыночной площади продлится до 10 часов вечера. Завершится молодежный праздник бумажным шоу на городском пляже. Чем еще заняться в выходные дни? 25 июня с 13 до 18 часов в парке Монрепо будет проходить фестиваль «Краски Индии». В программе знакомство с культурными традициями Индии, мастер-классы, фотосессия в Саре и дегустация блюд восточной кухне. А в Приморске в субботу отметят День города. Праздник на Центральной площади начнется в 13 часов и завершится в 22 часа бумажным шоу. Также горожан и гостей ждут в музеях Выборга, где открыты всевозможные выставки. Цветущий Выборг. Мезиогруппа «Наш город» проводит конкурс на лучшую клумбу и самый красивый балкон. Участие в нем может принять каждый, кто стремится облагородить свой двор. О самых интересных проектах мы обязательно расскажем в программе «Город новости по Выборгске». Станьте героями наших репортажей и о вас узнают не только телезрители, но и пользователи сети интернет. Звоните по телефону 2-63-47. Почетные работники физической культуры и спорта появятся в Ленинградской области. Об этом говорили на очередном заседании правительства региона. Сейчас по инициативе губернатора Александра Дорозденко разрабатывается закон, который позволит присваивать высокое звание наиболее отличившимся представителям отрасли. По мнению главы региона, почетный знак может получить специалист, который проработал в Ленинградской области не менее 10 лет. А в целом в спортивной отрасли не менее 15. Тот, кто награжден на звание почетный работник физической культуры Ленинградской области, имеет право при выходе на пенсию автоматически получить звание ветеран труда Ленинградской области. Иначе мы как-то не увязываем все-таки звание почетное, и какие-то должны быть все-таки потом последующие преференции, помимо единовременной выборки. По итогам обсуждения законопроекта было принято решение доработать его и внести на рассмотрение областных парламентариев. Выборцы стали победителями второго этапа Кубка России по лыжероллеру. Соревнования проходили в Новгородской области. Участие в них приняли 74 спортсмена из 14 регионов страны. В программе были гонка-преследование и спринт. Среди юниорок в гонке не было равных Ольге Плотниковой. Она же одержала победу в своей возрастной группе в спринте. Среди юниоров в гонке первым пришел Михаил Матренцев. В спринте в своей возрастной группе одержал победу Михаил Милаш. Любители футбола в предстоящую субботу смогут поболеть за выборский клуб дважды. На стадионе «Авангард» пройдут два матча в рамках чемпионата по футболу Ленинградской области. В 14 часов начнется игра команд второй лиги. Встретятся фаворит М и Кировицем из Тихвина. В 16 часов на поле выйдут команды первой лиги. Сыграют фаворит и Тосно. В теннисном клубе 25 и 26 июня будет проходить турнир. Спортсмены разыграют Кубок Выборга. Начало игр в 10 часов утра. Будьте с нами, будьте в курсе, смотрят ли выборжцы местные теленовости. С таким вопросом мы вышли на улицы города. Да, смотрю. А чаще в интернете или по телевизору? По телевизору. На ваш взгляд, каких тем, может быть, не хватает? Какие-то вопросы, может быть, нужно чаще освещать? Да, вроде всего хватает. Так, про спорт, может, побольше. Вы смотрите программу «Город новостей» по Выборге? Интересные вопросы. Ну, скорее всего, наверное, по поводу работ в городе. Какая есть работа, какую могут предлагать работу, чтобы люди были востребованы. Бывает, смотрим. Редко очень. Редко? Да. А почему? А потому что идет то одна передача, то вторая. А в Выборге живешь, я уже ко всему привык. Бывает иногда, да. А чаще в интернете или по телевизору? В интернете чаще. Если меня интересуют какие-то конкретно выпуски, нахожу и смотрю. Да, смотрю. А чаще в интернете или по телевизору? В интернете. В интернете. А как считаете, может быть, какие-то темы чаще нужно освещать? Может быть, нам что-то не хватает? Конкретно для вас было бы интересно что-то чаще видеть, слышать? Мне все устраивает. Я всю информацию узнаю из новостей. Все вполне достаточно, в полном объеме. Вы смотрите программу «Город новости» по Выборгски? Ну, а как же. Когда бываю дома, то смотрю, конечно. В основном так все новости и погоду еще, кстати, передают. Молодцы. По Выборгу конкретно. Потому что по пятому только Питер передают. А так, нет, хорошая. Мне нравится программа. О погоде на предстоящие выходные расскажем через несколько минут. А наш выпуск на этом завершен. Увидеть программу «Город новости» по Выборгски можно на телеканале «Матч ТВ» в 22.00 и завтра в 14.20 и 18.50, а также на ТНТ в 8.30. Не пропустите новый выпуск программы «Ищу маму» на телеканале ТНТ в субботу, 25 июня в 19.00. Еще больше новостей на сайте выборг.тв и в группе Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До встречи. В субботу в Выборге без осадков. Днем в нашем городе плюс 20, ночью 15-16 градусов. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, потеплеет до плюс 25. В Петербурге возможны кратковременные дожди. Днем плюс 19-21, ночью 16-18. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье в северной столице будет солнечно. Температура воздуха плюс 24-26. В Лапейн-Ранде в субботу плюс 21-23, вечером возможен слабый дождь, ночью 17-18. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. В воскресенье 23-25, без осадков. В Хельсинки в субботу до плюс 23-23, вероятность дождя небольшая, ночью 16-18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В воскресенье в столице Финляндии плюс 23-25.